Мне вот это вот все, вот пальмы, ну может не такие, ну вот такого плана, ну не важно. Вот такие вот строения, оно мне отдаленно чем-то напоминает наш вот СССРовский ЮБК. Когда еще можно было ходить через усадьбы эти, когда все поддерживалось, все цвело, везде цветы были. И в целом-то вот таким оно и должно было стать. Ну вот усадьба вот этого Воронцова, еще там где Гагарин отдыхал, тоже прекрасно, все вот, ну как-то вот оно перекликается, потому что суть одна и та же, это юг, это юг у моря. На вот эту вот трассу, это не совсем автобан, потому что нету запрета, то есть мне можно, но я посмотрел, я не хочу, и гугл мне говорит, нет, чувак, на эту дорогу тебе не надо, все. Я согласен с ним. Здесь вообще красота какая-то, просто утопическая. Так, нам вот сюда. Си-си-си-си-си. Странно, только налево можно, окей. Си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си-си как бы мне не нравится сетка здесь вот честно то есть это должно быть так вот идет променад да просто она надо было здесь делать вот по уровень по пояс или по грудью свободные такие вот открытые заборы из камня вот этого дырявого и оставить потому что вот эта сетка она смотрится здесь у бога вот честно ну вот у бога откуда google про все это знает а почему тогда он не знает что тут запрет на велик или он знает но все-таки умышленно толкает меня по самому короткому и красивому маршруту я думаю да ну мне нравится так вот пройтись по мосточку по вот такому показать вам вот это вот красоту вот эту вот вы посмотрите какой прекраснейшая какая ограда она сразу же готова для посидеть вот только чутка пошире бы и прекрасно это видимо для запуска дрона ну я не знаю для чего бы ну чтоб то такое еще могло быть что как какой-то мини спасательный вертолет чипы дейла море такое вот как на ибице вот нам попадался такой же пляж водора водора водоросля каменя прикольненько но сетка вот это вот конечно она такая здесь вот таких вот от деревянных тротуаров я втаскивает меня спокойный пляж никого нету никого нету чуть-чуть народа есть вот она вот такой вот все в общем ориентир это вот да собственно говоря уже на подъезде к малаге начинается вот это вот costa del sol соль это солнце солнечный берег я доп я напомню у нас есть costa blanco это мы costa costa bravo это по это повыше и costa del sol это юг испании вот именно вот где вот мы с вами вот вот посноркелить здесь есть где углу окей посноркелить да вода чистая а почему собственно говоря про променад проложен здесь так а потому что негде прокладывать его больше ну тут ничего нету здесь просто вот песок камни камни и все поэтому он такой он где-то висит где-то на сваях где-то на скале пляже как такового вот смотрите особо я бы это что тут супер пляж прямо ну вот такое вот как оно и везде на ибице также было что девчонки подгорели до немножечко вот тут камни красивые птички вот вот ограда вот но это я бы предпочел вот как вот я люблю вот такое в половину высоты но с вот этих вот камушков прозрачных короче обычный испанский забор дырявый и решетки на первом этаже мне не нравится мне не нравится я вообще не хоть не хочу в испании видите решетки это кто вообще устал может сесть и бошку помыть просто просто взять и сесть эстас аки миха сплая д кола он до кола это бухта он да наверное ее нас на звание красиво 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 прикольно прикольно охранники ребятки бдят бассейн свой но опять таки приехать на море и сидеть у бассейне ну потому что море вот такое вот мне кажется крутым вот вот а вот таком вот заборе я говорю вот он да вот это классные места вот они прямо у моря беседочка променадик свой вот свой подход ко всему этому ай красота не решеток ничего ролеты просто закрыл опустил и все то что здесь нет такого что взял кто-то выкупил кусок земли построил отель и все доступа к пляжу нету по берегу пройти нельзя нет здесь такого нету вот мы идем с вами по берегу вот доступ на пляж ни в коем тут это за это бы ну просто здесь понимаете как здесь так не принято чтобы кто-то брал и уз и узурпировал береговую линию понимаете не принято это старая постройка прямо вот вот раз и все и вы упали в воду там только по выходным нельзя и какая беседка виноградик почти готов по выходным нельзя и в будни там в определенные дни нет это формат это не формат формат это вот вот здесь вот взять и за оком париться о вот это формат поймал на мысли в очередной раз что смотрится то она круто ну что здесь делать ну бассейн ну искупался ну поел поспал посидел на скамейке в город идти далеко какой-то активности здесь нету ну чё дальше то делать ну что как бы отдых то где ну не отдых а приключения то есть просто красиво ну красиво ну классному балкончики с цветами до поселочек михас вот этот вот я рекомендую пройтись прогуляться вечерком будет приятно очень вот смотрите то есть вот мы шли по велодорожке да вот она шла 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 потом вот она раз превратилась вот в такое а потом все и угол не показывает идите прямо ну то есть вот как-то по пескам там идите потом вы выйдете где-то гугл дает места офигеть просто офигеть мама дорогая да я здесь могу за оком париться меня тут не найдет ни один форесталец не ну они наверно шарят места которые тут мама родная вот это да да такого приключения как велик не даст конечно ничто че тут в этих тротуарах запутаться можно так навигатор сейчас покажет мне куда мне как я люблю вот такой это действительно это действительно приключения какие-то дома вон стоят даже прямо вот в этих дюнах практически вот какие-то по струн дамы дома полноценные и тут бах вот такое так он хочет чтобы я шел через песок и видимо не только я чтобы шел вот тут уже два следа есть которых он повел так куда куда где а на дорожку на какую-то на какую и кажется здесь надо просто куда-то идти ладно вери вернемся поедем по тротуарчик у выход то у него будет парк офигенски вот оно чем михалыч тут доли этой речки пересохшей мостик короче есть вот именно он нам нужен вот это здесь ориентирование но он ведет нас на эту напрямую руту вдоль моря чиновия верды чина шо ты того где богатые испанцы живут богатые испанцы зажиточные состоятельные мы что опять приехали на несуществующую дорогу на пляж угол мне кажется это через чур ну да все вот он не здесь предлагает идти на право вот это уже что-то мапе cz это одно из самых моих любимых приложений о sm based open street map знает что здесь проходит евро вело и вот он говорит час мы с вами по е по евро вело дострелим дом марбе и отъеде объедем горы вот эти вот которые там такой крюк с наборами высоты по 550 метров а тут нам дом марбе и 14 и дальше опять вдоль моря будем прорываться сейчас так по моему там он частично частично нам надо будет чуть-чуть по автобану по вот этому вот ну не по автобану а по шоссе прост простри прострелить но он дает но это лучше чем бог знает куда там вот это здесь красиво хвоя хвоя да этот вот спокойно ведет все показывает все рассказывает как кому-то кстати тоже этот маршрут не давал короче я понял его фишку то есть он будет вести максимально вне максимально вне но когда некуда то придется вот как-то здесь запрета здесь нету ни для пешеходов ни для великов ни для чего запрета нету где вообще это можно я обезжаю вот так вот но если так то еще хоть более-менее ладно еще марбея ну нормально смогли сейчас ее про и проедем по n340 как она тут и посмотрим что там навигатор нам или google покажет или кто ну в углу конечно да и доверие так подорвано не сильно но очередной пунктик нужно запомнить а что нам собственно то надо бы пляж глянуть тем более там евровело проходит маршрут частично тоже потому что пролететь марбею ну как-то мне не хочется булка вот эта с кукурузной муки вообще ну она не полностью но язык от инжира таки не прошел ну шо банда смотрим рыбацкий поселок марбея смотрим или нет чет я не слышу да алёша смотрим ухты классно давай туда откуда его нельзя посмотреть нам видимо чуть повыше нужно все на котором он ресторан он жарится пень нам вот наверх тут подъема наверх мирского нету как же нету есть эти где они эти корни берут а вот когда я вам говорю про то что они готовят из пней вот такая красота каково так есть кмф час тут можно сейчас мы включим наш так набережная старая видно что ее сделали давно и сделали качественно это меня радует я считаю скамейка в моем понять это как когда она только из дерева вот из дерева это скамейка из остального все это тумба пара 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 пет и не знаю как это правильно назвать ну вот это это не скамейка пахнет так такой дешевенькой жратвой жирной как я чувствую не такой прямо рыбой офигенской как как там хотя понятно что готовят она все примерно они одинаково здесь какой-то променадец из мрамора ну вот как бы вот такое вот до рестораны 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 полиция на квадриках бдит смотрят чтобы все было чики-пуки да ну публика сидит до маячки маячки вот этого простого запаха жареных морепродуктов здесь нету который я обожаю знаю когда через какие-то такие поселочки едешь и там прям видно шары что рыба это вот она она хвостом последний раз прямо в этом мангале шевельнула полиции какой-то налажен контакт то есть вот они там стоят да и сюда они не идут хотя они прекрасно понимают что ребята здесь работают ну то есть как ну вот жиж они стоят жиж их жиж видно жиж я думаю главное чтобы не было без предела мне кажется так по идее это не барселона что там прямо как в фильмах так вот такое я люблю когда вот наверху променад а внизу что-то прикольное такое в двух уровнях да мне нравится марина конечно не войне валенсия как это ну и вопросы у вас не не то что у тудя у нас и гости не как у дудя фару фару ресторан ты ля пискера дель фару вот маяк ёперный балет да шо ж это такое а как как же так но он не не работает сто процентов иначе он бы вот те этажи офигели бы они выше чем он русскую речь я вообще не слышу если я говорю русскую речь это имеется ввиду все что я могу иденти и идентифицировать как славянская ветвь индоевропейских языков то есть не паль не польши не серый не сербии не белоруссии не украины ничего не чехии не словакии испания англия франция и вот эти вот хальт нихт сказать что это какой-то супер пляж вот мы с вами проезжали поселочки вот тоже самое только это не где-то в щегирях а это в мамо это в прайм променад в марбе и ну вообще такое какое-то вот она я бы не сказал что это прямо какой-то супер пляж вот прямо супер пляже у меня это точно супер пляж это точно вот не про марбею Все оно примерно одно и то же, одно и то же, одно и то же. Какой-то особой красоты сказать, что Морбея там чем-то отличается от всего, что мы проехали. Ну, нет. Какой-то супер променад? Нет. Какой-то супер пляж? Нет. Узкий пляж, обычный песок, который тут наверняка еще и не просеивают. Мне кажется, Испания это вообще... Не, ну вот курицу с картошкой в Меркадоне они вкусно делают, да, не пересоленная. Народ, ну что? Ну что? Красиво, вот так вот чуть повыше пошло. Тут какие-то вот магазы. Может быть то, что ночью нужно. Но сейчас самый пик сезона, самый пик. Ну, вы видели, что творится у нас в Валенсии, когда мы отчаливали. Ну, мне еще надо вот в променад Канны, Ниццы посмотреть вот такое, чтобы я как-то уже окончательно понял, что... То есть Лазурный берег Франции, можно Италию там, что там? Сан-Ремо. Подождите, Милан Сан-Ремо, вон, вон, когда Сан-Ремо на побережье. Перешел в отсыпочку в такую. Стал более приятным, мне даже кажется. Я считаю, знаете как, сброд блатных и шайка нищих. Вот ну ей-богу, ну не публики красивой, не красивых, не девок красивых, не красиво одетых. Просто хорошо, дорого одетых людей. Там одна, две может быть. То есть было видно, что человек, вот он в вечернем платье, в брюках в каких-то, в какой-то майке там Ральф Лорен или что-то. То есть что-то... То есть человек одет стильно, в макосинах каких-то, в каких-то аксессуарах. То есть, смотришь, понимаешь, ну как-то, ну, как, как вот индейец. Вот он на себя понавешивал, а на него, ну вот он в аутентичности. Все ходят, все одеты как попало. Просто, ну, во что-то, во что-то. Знаете, как случайно. Что там у меня есть? Ага, занавеска. Сейчас я в нее завернусь и пойду. Ну, приятненько прокатиться, широкенький. Да, но не хватает деревьев. Водичка есть. Окей. Вот это вот часть приятная. Забор непонятный. Я бы хотел, чтобы тут вместо забора было... Были красивые виллы, которые бы радовали мой глаз, дра меня. Рестораны, рестораны, рестораны. Ну, променад длинный, да. Так его в раз, наверное, обычный человек и не осилит. Ну, утром выйти, если, то с перерывами нормально, наверное, будет. Может, он так до самого Гибралтара будет идти, а? А что? Вот вы знаете, я еду и думаю, а хочу ли я ночью через горы? Вот хочу ли я? Может быть, я сейчас заеду, заморбею, да где-нибудь закомпарюсь? Ну, а что? Девяносто четыре уже есть. За вчера там сколько? Шестьдесят семь было, да? Ну, просто надо эту порочную практику по ночам куда-то переться, не спать, потом искать место. Там, ну, как бы нету потребности такой, не стоит такая цель. Ох, как теплом откуда-то от моря уж, я уж не знаю, отчего прямо аж по ножкам пробрало. Смотрите, солнце такое, днем оно вроде бы и жарит, да? А вечером какого-то уюта нету, потому что оно вот такое серое сквозь облака и как-то вот, ну, то есть не жарко, да, прикольно, но какого-то, вы знаете, вот вечера такого вот именно вот красивого, закатного тоже нету. Вот, вот, смотрите, частная собственность, входить нельзя, вот, что ее отделяет от моря, то есть нету заборов никаких, вот, все, вот, вот, я люблю, вот так вот, вот, чтобы вот так вот было, вот, красиво, открыто все, нету никаких заборов еще, то есть это не от меня, я туда не полезу к вам, все, вот, я вот, я все воспринимаю на лишнее счету, посмотрите, ну, это же красота просто, ну, мама родная, а? Ну, что, нет? Ну, что, нет? Слушайте, ну, крутая, крутая, и казино есть, и красиво, это-то мы, пляж, перешел вот в, вот, в такое. Вон тут, красиво все, и кинотеатры, и что только хотите. Вот, я сказал уже. До Малаги, вот, 40 км, и вот, Малага, и все, что от нее, вот сюда, надо смотреть. Вот этот вот товарищ, если нажимает, вот этот вот Мерседес, он сходу, просто, сразу на старте, РС-6 прыгает вперед и уезжает. Вы посмотрите, какого он льва сделал, а? Офигеть! Да, сколько труда нужно, какая усидчивость. Стремно, даже вот по вот такому, ну, по бетонному отделителю еще ладно. А так вот, с машинами вообще стрёмно, ну, как-то сейчас будем пробираться. Я на заправочке Рипсоль, здесь написано, что супер-пупер Меркада, все для вашего удобства, вот, на стеклах там супер цены. Цены здесь не супер для меня, для них супер. Вот я заходил в него два раза, один раз я купил 0,5 кока-колы без сахара, просто от пицца. Потом я ходил, смотрел, нечего поесть. Вот в прямом смысле. Ну, вот просто вот нету чего-то, вот нету чего-то понятного, что можно взять. Итог. Просто овсяночка с шоколад без сахара и, ну, смотри, овсяночка и соевое молоко и бананчик, все. Вроде бы тут вот за заправкой я посмотрел, нормальное место. Ночью по автобану не хочу, сейчас лягу, лучше посплю. Сотку мы сделали, все по-честному. Уж Испании у моря, я вам наснимал уже, вот аж подташнивать должно. Вопрос, почему я не беру какие-то булочки, вот такое что-то здесь, печенье, еще что-то, какой-то хлеб пакетированный. Ну, я вообще этим не наедаюсь. То есть одно дело с орешками хлеб, он хоть как-то, йогурт там и то такое вот. Ну, то есть, понимаете, у меня желудок забит, а по калориям я не добираю. То есть я не худею, вроде бы, вроде бы я не худею, но по калориям, то есть, ну что там я, ну соевого молока я выпил, да. Ну сколько там, ну овсянки поел, окей. Ну банан съел. Ну что, что еще? Что есть сегодня? А, ну лень Техасы, вот там 500 где-то. Утром, что утром у нас было? Что? Овсянка, да? А, ну сок пил, 4 булки вот эти вот с кукурузой съел. Такое питание, ну знаете, вообще, то есть не хочется и отягощаться, чтобы крутить, но и калории, ну как, не калории, а получать нужно. Инжир вот, слава богу, поел. Мне кажется, только вот на инжире я вот так вот более-менее. Все, спать надо идти. Завтра днем будем, завтра, кстати, нужно перезаряжаться, все уже полностью, то есть нужно находить прямо утром Меркадону, перезаряжаться, завтра день перезарядки. Потому что ехать в Гибралтар с пустыми батарейками, это вообще не выход. И карточку нужно сейчас одну скинуть. Потому что, чтобы потом не было так, что у меня одна забилась. Не, ну сейчас телефон я поставлю, поскидывай, пускай. Пауэрбэнк этот, который я купил, великолепный, вообще.